Из Ил-76 Министерство по чрезвычайным ситуациям оставит в Атакии 20 тонн груза и заберёт более 80 граждан нашей страны и иностранцев, пожелавших покинуть сирийскую территорию. Как отметили в МЧС, на этой миссии никак не сказалось то, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта. Рейс выполняется по альтернативному маршруту. В Атакии и окрестностях сейчас живут сотни тысяч беженцев. В каких условиях, увидел наш специальный корреспондент Олег Шишкин. В Атакии три лагеря беженцев. И этот у стадиона имени Хафиза Асада, отца нынешнего президента, самый крупный. Здесь сейчас находится 6 тысяч человек. Семья Азизы Атыя приехала из города Бат-Халяб и живёт в лагере уже два года. Восемь человек разместились в небольшой палатке, условия парфанские. Еду готовят на газовых плитах, спят на матрасах на полу. Погода пока позволяет обходиться без отопления. Мы потеряли практически всё наше имущество. Дом наш разрушен. Когда боевики входили в наш город, они стреляли во всех, без разбора. Было очень страшно. Мы бежали, бросив всё. Мы спасли детей. И здесь они в безопасности. Так повезло не всем. Во многих семьях есть погибшие и раненые. Рафат из Хамы. Пуля повредила позвоночник, отказали ноги. Сейчас он передвигается на инвалидной колеске. Я бежал по улице, и боевики видели, что у меня нет оружия. И всё равно они выпустили в мою сторону автоматную очередь. Даже не целись. Просто так. Вода без ограничений, электричество в каждой палатке. Пищу на всех готовят прямо в вестибюле стадиона. Чтобы накормить лагерь, в день уходит около 300 тысяч сирийских лир. Это порядка 70 тысяч рублей. Средства выделяет правительство Сирии и гуманитарные организации. В лагере организовано трёхразовое питание. Вот сейчас, например, обед. Каждый беженец получает по миске вот такой на вид похлёбки. Но на самом деле, сейчас я попробую это. Да, это каша. Она сладкая, с маслом. Чем-то напоминает на вкус нашу манную кашу. В общем, довольно вкусная питательность. У всех беженцев большие семьи. Развлечений для детей немного. Можно порисовать на запылённых капотах машин. Самый популярный символ – звезда. Кто-то из взрослых сказал, что звёзды не только на сирийском флаге, но и на российских самолётах. В войну не играет никто. Детвора сушат лепёшки на солнце и крошками прикармливают голубей. Кто постарше, помогает родителям по хозяйству. В этой палатке живут 20 человек. Условия по местным меркам просто шикарные. Отдельная кухня, огромный холодильник, что немаловажно. Самому маленькому ребёнку, кстати, всего три месяца. Здесь спальные места, можно отдохнуть. А вот здесь что-то вроде гостиной. Вот можно попить чаю и даже посмотреть телевизор. Услышав в небе звук самолёта, детвора высыпают из палаток. Ищулись от солнца провожает бомбардировщик восхищёнными взглядами. С тех пор, как на базе под Латакией появилась российская авиация, беженцы стремятся приехать именно сюда. Конечно, здесь люди чувствуют себя в большей безопасности. Все в республике хорошо знают, как успешно действует ваша авиация. Здесь глубокий тыл, и людям ничего не угрожает. Но под защитой вашего оружия как-то спокойнее. Только в провинции Латакия сейчас около полутора миллионов беженцев. Часть из них пытается попасть в соседнюю Турцию, оттуда в Европу. Но у многих просто нет денег на такое путешествие. В этом лагере все живут надеждами на наступление мира в республике. И связывают эти надежды с Россией. Руси! Руси! Руси!